Отставка с повышением, трагедия с элементами комедии и даже крах большой коалиции. Как только не называет пресса, увольнение Ханса Георга Маасана с посты главы внутренней разведки. Он перешел на работу ведомства Хорса Зейхофера, будет госсекретарем МВД Германии. И даже зарплата у него будет выше на 3000 евро в месяц. В прессе задаются вопросом, что это, собственно, было? Победа СДПГ, которая добивалась его отставки, или насмешка над партией? И какую цену заплатили за отставку Маасана? Ведь теперь тот, кого социал-демократы называли непригодным для борьбы с правым экстремизмом, будет заниматься внутренней и кибербезопасностью в МВД. Со вчерашнего вечера ясно, что президент по защите Конституции страны, господин Маасан, должен уйти. Это требовала я лично, и этого требовала вся партия СДПГ. Но Хорст Зейхофер вчера не был готов отказаться от Маасана и предложил ему должность государственного секретаря в своем министерстве. Я думаю, что это решение неправильное. И я понимаю критику такого шага. Но эта критика также имеет адресата, и этот адресат – Хорст Зейхофер. Генеральный секретарь ХДС Крамп Каренбауэр отвергла критику, заявив, что именно в СДПГ настаивали на отставке, и они ее получили. Выиграл ли в этой схватке Зейхофер – тоже большой вопрос. Он открыто выражал поддержку Маасану, и его теперь взял к себе в министерство. Господин Маасан переводится в Министерство внутренних дел, где будет заниматься вопросами безопасности. Он будет нести ответственность за три отдела Федеральной полиции по общественной, информационной и кибербезопасности. Также мы вчера четко договорились, что контроль над ведомством по защите Конституции будет не в его компетенции, а в компетенции других органов Федерального министерства. Основываясь на моем личном опыте, я могу сказать, что эти шесть месяцев мы работали в области обеспечения безопасности и порядка, доверяя друг другу. И у Маасана имеются выдающиеся профессиональные успехи, прежде всего в том, что касается борьбы с терроризмом в Германии. «Зеленые» назвали такой шаг возмутительным. В партии считают, что глава МВД в который раз показал политическое упрямство и полную дезориентацию. Он просто не понимает, что происходит в обществе. Подобного мнения придерживаются и левые. То, что Маасан уходит, это хорошая новость. Но тот факт, что он де-факто продвигается по службе, это просто невероятно для меня. Министерство внутренних дел становится платформой для новых несостоятельных политических чиновников. То, что СДПГ на это согласилось, вообще уму непостижимо. По-видимому, отсутствие лояльности к канцлеру теперь вознаграждается. Это коалиция проигравших, и через год она окончательно развалится. Так что, по-видимому, проиграли все. По крайней мере, именно об этом сегодня пишет австрийская депрессия. В издании считают, что СДПГ нуждалась в символической победе. Зейхофер не хотел ударить в грязь лицом перед выборами. А Меркель сохранить правящую коалицию. В итоге Маасаны перевели на более высокую должность, и это крайне циничный ход. Именно так и теряют электорат в пользу альтернативы для Германии. А швейцарская Ноя Цюрихерцайтунг, перевод этой статьи вы найдете в издании евротопикс.нет, пишет, что ситуация с Маасаном больше похожа на мышиную возню. Его отставка никак не повлияет на состояние безопасности страны. С самого начала своей работы Маасан заработал себе безупречную репутацию в кругах тех, кто отвечает за безопасность. Он был одним из первых, кто предупреждал руководство Германии о последствиях, не контролируя миграции. И это останется его заслугой, даже если в то время никто к нему не прислушался и, в первую очередь, канцлер.